здравствуйте подписчики и зрители моего канала напомню что все что на этом канале вы видите это гипотезы и мнение автора и он не навязывает их вам а просто делится своими мыслями сегодня у нас рубрика мысли вслух а значит ролик будет коротким но интересным мне вот пришла одна интересная мысль я вам расскажу а вы представьте себе визуализируйте чтобы было легче понять что если я вам скажу что это не наша реальная жизнь что ты имеешь ввиду сон а вот что представьте что при рождении мы попадаем в некое таинственное место которое здесь называют земля с придуманной историей и всеми ее сказками но на самом деле мы не живем здесь как нам кажется а всего лишь проходим отборочный тур на жизнь смысле смысл в том что настоящая жизнь идет где-то там а сюда попадают лишь те кто так или иначе провинился и лишь выполнив все условия того кто нас сюда упрятал мы попадаем в настоящее место где люди реально живут мы все так или иначе стали замечать что с этим миром стало что-то не так как раньше и не надо говорить что все мы просто стали старше и поэтому все поменялось это не так я знаю парочку заядлых скептиков которые но реально ни во что не верят и убедить их в чем-либо просто невозможно несмотря на то что приводишь весомые факты но даже они мне признались что они чувствуют что с ними что-то произошло будто время стало работать неправильно и все что они знали до этого было не так когда же я спросил что именно не так один ответил мне все другой что не может объяснить это но все будто чужое и совсем не то что он знал и помнит и действительно я ощущаю это каждый день но даже я не могу себе объяснить что конкретно не так но чувство не обманешь каждый день я думаю об этом и пытаюсь понять что произошло и когда вспоминаю по ощущениям каждый год и как ни странно именно после 2012 я ощутил пустоту будто у меня украли душу будто я не я так что же произошло такое чувство что произошло расслоение реальности то в которой мы жили осталась где-то там позади возможно я попал сюда на перевоспитание как и вы все тоже если ушел праотцам плохой человек он просто переродится заново здесь и так до бесконечности колесо сансары но если ты приобрел просветление и жил по правилам тебя забирают отсюда в настоящий мир типа отбыл свой срок можно назвать и так мы все зараженные безумием и сидим в карантине у архитектора и пока мы не научимся любить ценить людей несмотря на их расу и цвет пока мы не поймем что это все не настоящее так и будем перерождаться и перерождаться люди из правительства и те кто сидит у власти это лишь часть игры и вид усложнений правила меняются и уровень сложности растет можно назвать этот мир симуляцией с кучей неживых ботов вы же не думали что все люди здесь настоящие нет они играют свою роль в этой игре кто-то пытается вас сбить с пути и ему это удается затем вы начинаете все сначала кто-то не сдается и продолжает свой путь несмотря на попытки ботов тебе помешать этим самым он переходит на новый этап стоит ему оступиться и он начинает скажем так сохранение оступился еще раз и все у каждого человека есть боты которые пытаются помочь также есть боты которые усложняют испытания и лишь правильный выбор решает каким путем ты пойдешь вот идешь ты по улице валяется человек какая у тебя обычно возникает первая мысль а наверное бомж бухой валяется так вот одна часть людей пройдет мимо ведь подойти к бомжу им статус не позволяет это при учете того что они не знают точно бомж лето или может быть человеку просто плохо другая же часть людей подойдет и спросит не нужна ли помощь все ли в порядке самое главное что не те не те не знают что этот человек который валяется это всего лишь часть игры часть декораций направленных на тебя чтобы ты сделал свой выбор каждый день мы принимаем ряд решений и от выбора зависит в каком русле пойдет наша жизнь ведь часто именно те кто снимает корону с головы и подходит например к человеку который валяется на земле такие имеют все шансы разобраться в себе и понять как устроен мир на самом деле вы когда-то видели чтобы вышел из машины бизнесмен и стал беспокоиться о здоровье например лежачего человека или чтобы он вышел из своей крутой тачки и подошел к бабушке которая стоит с протянутой рукой и спросил у нее искренне как у вас жизнь бабушка может вам чем-то помочь знаю что вам нужны лекарства пойдемте в аптеку я вам куплю какие нужно нет в нашем мире такого не будет это из плана фантастики вот и подумайте правильно ли мы живем или нет ну а если мы неправильные значит и жить нам нужно в неправильном месте именно поэтому нас архитектор и проверяет лишь научившись жить как человек мы изменим этот мир и выйдем из зазеркалья а пока что мы имеем то что имеем боты и одичалые а вот большинство представителей нашего парка каждый твой поступок меняет твой путь в этом лабиринте делай верный выбор найди правильный путь путь домой надеюсь моя гипотеза вам понравилась если ты разделяешь мои мысли или думаешь о похожем ставь лайк можешь и подписаться ведь если ты думаешь о таком значит ты уже не такой как все и попал на нужный канал ведь каждый твой поступок в этой жизни и твой выбор привел тебя ко мне а вы были на канале сон разума всем ясного ума и адекватных поступков пока